В ближайшие три года на трассе Енисей пройдет масштабная реконструкция. Дорожники построят путепровод с выходом на Усть-Абакан и Черногорск, а также расширят участок на Пригорской горке. Подробности проекта у наших корреспондентов. В 2003 году закончилась реконструкция трассы М-54 в районе Пригорска. Однако сама гора таки осталась двухполосной. Все понимали, что и этот участок требует расширения, но проект заглох на многие годы. И вот, наконец, дело сдвигается с мертвой точки. Дорожники начинают масштабную реконструкцию стоимостью 2 миллиарда рублей. В ближайшее время они приступят к выемке грунта и расширению дороги. На данном участке вместо двух полос появится четыре. Другой большой фронт работ развернулся ниже, ближе к Черногорску. Здесь исчезнут два кольца, а вместо них появится путепровод, который разделит саму трассу и съезды в город Угольщиков и Усть-Абакан. В общей сложности реконструкция затронет 9 километров трассы Енисей. И прежде чем реализовать план, Байкал-Упор Автодор потратил более 20 миллионов рублей на то, чтобы выкупить пять земельных участков и перенести инженерные коммуникации и электросети. На пути будущей дороги даже оказался археологический памятник. Наверху там памятник археологического наследия, то есть и в границе производства работ, непосредственно где будет будущая дорога, производили археологические и спасательные работы. То есть это тоже время, то есть практически полтора года они там у нас проводили. Да, два сезона. Производили раскопки, то есть для того, чтобы освободить площадку нам под строительство. Реконструкция закончится в 2019 году, а значит до тех пор движение по трассе должно учитывать строительная работа. Уже сейчас здесь необходимо сбрасывать скорость, а в будущем возможно так называемое реверсивное движение. В местах производства работ ограничение будет 60-40 километров. Как только они выходят на земляные работы, как сказал мой коллега, на Черногорскую гору, там будет движение по полосам, то есть будут работать светофоры, переносные светофоры. То есть просьба к нашим жителям отнестись к этому с пониманием. Два миллиарда рублей на все работы Байкал-Управтодору удалось получить при содействии правительства Хакасии. Власти считают проект важным для развития дорожной сети региона. По окончании реконструкции пропускная способность трассы между Пригорском и Абаканом вырастет в два раза. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.